я вам всем привет мы еще все еще все ани но сейчас идем к короче гулять нам тут сказали пару местечек не знаю тут везде как бы вот так вот прикольно вот такой вот прям прям китайский китай такой вот как как фильмах там старых был мы идем сейчас на стену которая тут вокруг старого города но не знаю там платно мы постараемся может быть бесплатно залезть как бы просто короче гуляем хоть хоть погулять а там этот ничего еще не смотрели не постараемся с чего-нибудь посмотрите и показать немного китайской жизни походу тут все разно на продажу там чего-либо либо на еде либо на отелях вот все едят куча везде отелей и всякие достопримечательности конечно же есть мы прямо продают едят и спят как-то так вот та самая стена вокруг город вокруг старого города поправлюсь 12 метров в высоту 6 в ширину вот мы сейчас хотим туда попробовать забраться как-нибудь не знаю как вообще ни одного входа еще не на нашли себе там по верху можно короче ходить а тут вокруг вот такие вот зеленые зоны парковые пешеходные там занимаются китайцы китайцы в свободное время кстати занимаются там всякие зарядка вот на турничках висят особенно прям по утрам и по вечерам я не знаю типа утренняя и вечерняя зарядка у них есть там проходят танцы на площади не знаю что они еще делают просто там типа всяким там шаолиньем некоторые занимаются отдельно но больше похоже на не знаю обычную разминочку то есть там не тянутся мышцы ничего там особо не на тяжесть там какую-то на там такие тяжелые упражнения ничего такого просто как небольшая разминка блин мы нашли вход вот он через который по идее можно залезть но тут вот свадьбу фоткают по ходу или что-то типа того не знаю просто фотосессия и вон там сверху камеры еще висят так что хрен знает средь бела дня тем более может быть у нас особо не будет возможности такой сейчас пойдем посмотрим может быть еще какие-нибудь входы посмотрим сколько стоит может все таки платным пройдем хотя бы транспорт здесь очень распространены там всевозможные мопеды всевозможные велосипеды там трехколесные с прицепами с какими-то там не знаю каких только короче нету это очень много мусорит на самом деле на принципе довольно таки неплохо убирается все но мочой и говнем все-таки воняет прям практически везде и нередко можно встретить сами фекалии прям прям вот вот на такой улице допустим я не буду конечно показывать но факт есть факт движение транспорт конечно вообще довольно таки хаотично если честно едут куда хотят как хотят про единственное правило это ограничение скорости это очень сильно карается ездит медленно но непонятно для пешеходов у кстати особо тоже правил нет тут главное привыкнуть а потом приедет когда приедешь домой главное вовремя отвыкнуть и едут и идут и бегут и ползут все одновременно всем похрен люди в китае живут размеренно никуда не торопится сидят вот так вот гуляют там под достопримечательностям ну хотя тут может быть половина таких туристов как мы только и китайцев но все равно незаметно чтобы кто-то прям бежал спешил торопился как вот там в россии в москве особенно нормально хотя тут 7 миллионов жителей вот больше 7 и вот прям очень много людей на улице но все так особо никуда вообще не торопится спокойненько идут играют во всякие игрушки если там собираются компаний короче прикольно и одухотворённо проводит время главная улица еды все они вот прям вот мы уже не знаю частично прошли но вот там сзади видно везде еда 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 и куча куча народу просто миллион человек мне кажется там очередь за булочками за свежими столпилась они прям пекут тут с печи там прям очень много народу ну и вообще вот там ну всякие штуки вот можно попробовать мы тут поели сладости типа казинаков ну и короче ну в основном одна еда а